Тысячи красавиц с экранов мониторов буквально умоляют провести с ними время, обещая множество часов удовольствия. Но как выбрать из этого многообразия лучшую? Ту, которая станет близким другом, пусть и на одну ночь. Я помогу тебе, ведь я одна из них. Я буду твоей верной спутницей в виртуальном мире фантазии, который с моей помощью станет реальным. Неважно, что ты ищешь в женщинах, я помогу тебе выбрать лучших. И да, здесь можно всех посмотреть, всех кибер-девочек. Сегодня я выбрала для тебя тройку кибер-девочек, с которыми можно отправиться в длительное путешествие. Да хоть на край света, если ты сам готов. Говорят, что женщины на корабле к несчастью. Но с этими красавицами, как говорится, можно хоть в разведку. Они не будут капризничать во время долгих странствий, помогут в трудные минуты и обогреют во время привала. Ну что, ты уже собрал вещи? Тогда отправляемся. Знакомься, Трип. Эта красавица из будущего уже совершила многодневные путешествия на запад в компании типа по имени Манки и свиноподобного Пикси. Не переживай, они тебе не конкуренты. Да и она им не парит. В отличие от них, Трип сохранила свой человеческий облик. Притом полюбуйся, насколько прелестны. Хрупкая стройная фигурка, густые огненные рыжие волосы и огромные зеленые глаза, в которых можно утонуть. Девушка очень сентиментально любит погрустить, а иногда и мило всплакнет. Это так прекрасно, так и хочется ее обнять и пожалеть, защитить от всех проблем. Правда, несмотря на кажущуюся беззащитность, Трип обладает одним очень полезным талантом. Она первоклассный хакер, а это пригодится вам в путешествии. Она поможет взломать любой, даже самый крепкий прибор или механизм и открыть любые двери в самые потаенные места. Только не будь слишком наивным и доверчивым. Советую тебе на всякий случай держать ухо в астрал, иначе можешь оказаться в ее сладком плену, как манге, которому Трип надела на голову электронный упруч и сделала его своим рабом. Хрупкое ржеволосое бестие из «Enslaved Odyssey to the West» на третьем месте нашего сегодняшнего хит-парада. Зачем брать в путешествие одну девушку, если можно взять сразу двух? Желательно таких, которые идеально бы дополняли друг друга. Как говорил классик, стихи и проза – лед и пламень. Тогда и впечатления от поездки останутся самые яркие. Могу предложить тебе такую сладкую парочку. Елена Шифер и Хлоя Фрейзер из серии «Uncharted». В одной мы не похожи. Обе – приятельницы знаменитого охотника за сокровищами, Нейтана Дрейка. Они намотали с ним тысячи миль по всему миру и знают толк в приключениях. Уверен, тебе с ними точно не будет скучно. Полная противоположность друг друга – блондинка и жгучая брюнетка. Первая – воплощение всего положительного. Вторая – настоящая плохая девочка. Кто тебе больше нравится? Та, которая умеет позаботиться о ближнем, успокоить и усыпить на своих коленях? Или роковая женщина с тонным низким голосом, от которого мурашки по коже? Впрочем, зачем выбирать? Они обе с удовольствием скрасят твой вояж и даже в случае чего смогут помочь в трудные минуты. Хлоя, к примеру, запросто может проехаться по лицу такого-нибудь нахала. К тому же она по-настоящему умеет обращаться с большими стволами. Мне кажется, что я всегда спасу твою руку. Елена тоже любит большие игрушки. Например, фото и видеокамеры. Ведь она привожденный журналист. В ее руках даже самый вялый. Сюжет становится твердой сенсацией. О, храп! Мы на фоне! Надеюсь, после путешествия ты покажешь мне свой фотоальбом. Ну, а пока две девушки серии Uncharted удобно располагаются на втором месте нашего горячего пьедестала. Не обожгись. Итак, кто же способен увезти дальше на запад парня Утриб из Инслойлит Одисси Туза Вест? Каме не страшна сладкая парочка Хлои и Елены из Uncharted. Через секунду ты узнаешь, какую кибердевочку лучше взять с собой в путешествие. Эта самая известная путешественница на свете вот уже почти 20 лет будоражит умы сильной половины человечества. Да-да, я говорю о знаменитой Ларри Крофт. Держу пари, ты не раз предавался бурным фантазиям в компании этой красотки. Ага, затыкли. Может, не совсем с ней, а с ее фотографиями? Да и все твои друзья наверняка до сих пор мечтают в своих грезах познакомиться с ней поближе. Недаром ведь честь сыграть роль самой известной расхитительницы гробниц выпала голливудской обольстительницы Анджелине Джоли. Лару не спутать ни с кем. Обалденно сидящие на ней фирменные шортики, облегающая голубая майка и, конечно же, главное достоинство, а точнее сразу два достоинства, от которых не может оторвать взгляд непрещалый школьник, незрелый мужчина. Это две большие... Нет, две огромные... ...пушки. Амгличанка не привыкла размениваться на мелочи. Она предпочитает, чтобы в каждой руке было по-тяжелому стволу. Потому что любит держать все под контролем. Она всегда абсолютно уверена в себе и в своих поступках может запросто перестрелять в взвод наемников и бесстрашно спуститься в подземелье или пещеру. А как проворно она лазает по отрезным скалам, просто загляденье. Однако за подчеркнутой брутальностью прячется очаровательная девушка. И как любая женщина, она не прочь примирить на себе самые обольстительные одеяния. Например, вечернее платье, от которого даже отскакивают пули, словно завороженные ее красотой. А когда Лара надевает бикини, в котором едва помещаются ее гаджеты и разные штучки, то... Вау! Ты меня слушаешь? Я смотрю, тебе уже не терпится отправиться в отпуск с этой красавицей. Одобряю твой выбор, ведь Лара Крофт на первом месте в списке девушек, которых стоит взять с собой в путешествия. Скорее собирай чемоданы, ведь эти дамы не любят ждать. Замешкаешься, и другой, более расторопный парень увезет ее с собой. Но потом поскорее возвращайся, ведь я уже горю от желания познакомить тебя с новыми оборстительницами. В виртуальном мире их бесконечное множество. Они все прекрасны и с удовольствием составят тебе компанию. И в отличие от реальной жизни, здесь их можно всех посмотреть, ведь это... Кибердевочки.